МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это «Сейчас в регионе». С вами Алексей Шумякин. Всех приветствую. И вот о чём мы расскажем с коленями. 3 триллиона рублей. Такова сумма контрактов, которые были заключены на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Подведём первые итоги. В Монежском районе в лесу произошёл сильный пожар. Там прошли учения. Расскажем, как справились огнеборцы. И что есть прялка, об этом расскажет дом пенежской прялки, который появится в Карпагорах. Побываем в гостях у краеведа Виктора Мёрзлова. Итак, в Санкт-Петербурге подвели итоги 23-го Международного экономического форума. В его работе приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран. Ключевым событием саммита стало пленарное заседание, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, руководители Китая, Болгарии, Армении, Словакии, а также генеральный секретарь ООН. Делегация Архангельской области в последний день форума провела ещё ряд встреч, и об этом расскажем прямо сейчас. Более 170 круглых столов и 100 панельных дискуссий, 17 страновых диалогов. Всё это Международный экономический форум 2019. Делегация Архангельской области провела множество встреч, одна из них с представителями Белоруссии. Основная тема диалога – расширение экономических и культурных связей. Ещё в 2015 году между сторонами было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Но есть к чему стремиться. Мы, безусловно, заинтересованы в тех проектах, о которых вы говорите. Между прочим, МАЗы у нас ездят, очень успешно ездят. И у нас хорошая программа была лизинговая, реализована. И коллеги из наших пассажирских автотранспортных предприятий рассматривают вопрос того, чтобы продолжать это развитие. Мне очень нравится, что в протоколе тема создания соответствующего сервиса для этих видов транспорта она прописана. У нас был хороший проект, связанный с БелАЗами. Вы знаете, что мы активно их эксплуатируем в наших месторождениях. Уже в ближайшее время состоится визит в Архангельскую область делегации бизнесменов Белоруссии. О сотрудничестве в сфере экологии Игорь Орулов обсудил чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России. Стороны обсудили проекты, направленные на снижение использования в энергетике каменного угля, мазута и дизельного топлива. В нашем регионе в скором времени начнется строительство завода по производству сжиженного газа. То есть они будут производить сжиженный природный газ, соответственно, и сразу будут модернизировать наши теплоэлектропроизводители, локальные котельные и электростанции, которые у нас довольно много в отдаленных территориях, переводить их на сжиженный природный газ. Главным событием экономического форума стало пленарное заседание, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Мы, страна, приверженная соблюдению международных правил ради своего собственного развития вместе с нашими друзьями и партнерами. Ориентиры этого развития достаточно понятны. Это благосостояние и благополучие людей. Второе – это поддержка развития инноваций и новых технологий, особенно с учетом сегодняшних сфер цифровизации и искусственного интеллекта. И третье – это поддержка бизнеса как такового, когда речь идет об экономике во всех проявлениях, будто защита от силовых структур, формирование соответствующих норм и правил, конструирование, условия ведения бизнеса и так далее. Мы открыты, мы заинтересованы, мы будем настойчиво и целенаправленно развивать и условия инвестирования в нашу область, и условия развития нашего региона, понимая основополагающие принципы благополучия и безопасность наших жителей. В этом году на площадке экономического форума подписано более 650 контрактов на общую сумму свыше 3 триллионов рублей. В прошлом году эти цифры были на порядок скромнее. Алексей Шемякин, Регион 29. За прошлый год в лесах Архангельской области произошло 119 пожаров, но при этом площадь, пройденная огнем за последние 6 лет, снизилась в 3 раза. Во многом это заслуга областного лесопожарного центра. В преддверии опасного сезона огнеборцы провели масштабное учение в Онеге, рассказывает Михаил Меньшенин. Успех в тушении лесного возгорания во многом зависит от состояния пожарной техники. Проверка снаряжения – первая часть масштабных учений областного лесопожарного центра в Онеге. Проблема в том, что техника выходит из строя, она изношена сильно. Но финансирование с 2015 года с федерального центра нам не произойдет. Поэтому в этом году первая сумма, первые 39 миллионов на закупку техники мы получим и в какой-то части обновим. Вторая часть учений – практическая. По сценарию возгорания в лесу обнаружили с воздуха, первыми на место высаживаются парашютисты-пожарные. Оценивают ситуацию и принимают решение о дополнительном привлечении огнеборцев из Онежского гарнизона. Для них подобные учения – новый опыт. Выезжали за город, то есть до прибытия ЕЛЦ. То есть помогали, сбивали огонь. Кусты, лес, чтобы никуда не распространилось. Именно где-то в глубине леса не приходилось бывать. Отрабатывается тактика и техника тушения лесных пожаров. Сначала останавливают его продвижение, затем берут огонь под контроль и ликвидируют. Я оцениваю их все-таки на отлично. Как мы заметили, сбоев и накладок не произошло. Все отработали слаженно в едином порядке. Сами пожарные признаются, в тушении огня для них нет ничего сложного. Главная проблема – вовремя обнаружить очаг возгорания. В этом вопросе ЕЛЦ с прошлого года помогают 15 специальных камер, установленных по всей области. А в этом году пожарные протестируют беспилотные аппараты, которые будут мониторить пожароопасные участки леса. Михаил Меньшанин, Владислав Карпухин, Регион 29. В Архангельске завершился 11-й Северный межнациональный форум. На гостеприимной поморской земле собрались представители диаспор, землячества и национально-культурных автономий региона и столичные эксперты в области межнациональных отношений. На дискуссионных площадках обсуждали реализацию стратегии государственной национальной политики. В рамках форума этот год объявлен в Поморе годом армянской культуры. Наталья Пулина продолжит тему. 11-й Северный межнациональный форум еще раз доказал, что это не просто проведение концертов, выставок и дегустаций. Это давно уже площадка для решения вопросов государственной национальной политики, многочисленные курсы повышения квалификации и мастер-классы. Очень много новых идей и много очень инициатив, которые у вас уже реализованы. Хотелось бы реализовать и воплотить жизнь на нашей территории. Накануне Дня России в драмтеатре представители многих национальностей. Всего в нашем регионе их более 108. В Поморье проживают представители более 100 национальностей и народностей, которые понимают, что межнациональное согласие и благополучие, межэтнический мир и гармония – это определяющие вопросы для стабильного развития региона, решения долгосрочных задач экономики, политики и социальной сферы. В этом году в Архангельской области прошли Дни армянской культуры. Региональному отделению исполнилось 15 лет. Представители южной страны дали немало концертов в районах области, обсудили с муниципальными властями вопросы сотрудничества не только в сфере культуры, но и бизнеса. В 2014 году, на десятилетие, опять-таки, диаспоры, мы установили хачкар. Это огромный, большой символ, символ для всех армян. И в этом году, опять-таки, так совпало, но мы к этому шли. Именно открытие Дома Армении в городе Архангельске, тоже, я считаю, таким неким основанием, основными такими действиями. К этому шли, и сегодня уже сама работа показывает, что сегодня это востребовано. И дальше планируем, естественно, до конца года открыть в Армении Дома Архангельска. В День России представители разных национальностей вновь будут на одной площадке. В Архангельске пройдет традиционный турнир по футболу «Согласие», праздник «Сабантуй» и, конечно же, концерт. Наталья Пулина, Алексей Шемякин, Ольга Красулина. Регион 29. Дом Пинежской прялки появится в Карпогорах. Строит его местный краевед Виктор Мерзлый. Прялки он получил от жителей Пинежской земли. Сейчас в коллекции более 50 экспонатов. Что еще смогут увидеть посетители самобытного музея? Анна Рязанова расскажет. В этом доме толком нет еще ни пола, ни потолка. А Виктор Мерзлый уже знает в деталях, как и где будут расположены экспонаты. В центре ткацкий станок, старинные сундуки, швейные машины, более десятка костюмов, домотканное полотенце. Да и главным предметом экспозиции уж точно место найдется. Начиная с самых древних прялок, прялки родовые, прялки подаренные, прялки, прялка электрическая. В коллекции Виктора Мерзлого более 50 прялок, почти все из них подарены жителями Пинежья. Сейчас предметы старины в Карпогорском семейном музее, но экспонатов уже настолько много, что места просто не хватает. Потому крывет и решил построить дом прялки. Я старался в предстоительстве применить технологию, которую применяли в конце 18-го, в середине 19-го века наши плотники на Пинежье. В правом углу они обязательно закладывали монетки медные, я тоже их положил, и клок шерсти, чтобы объект, дом, помещение было счастливое, наверное. Дом прялки по задумке Виктора Мерзлого – это не просто музей с постоянной экспозицией. Для посетителя здесь будут проводиться мастер-классы, например, по обработке льна и шерсти. В реализации задумки Виктору Мерзлому помогает супруга, она занимается ткачеством. С одной стороны, если разобраться, это памятник будет нашей пинежской женщине, ее рукоделью, показать, чем же женщина все-таки занималась в долгие зимние вечера. Инициативу создания дома прялки поддерживают и местные жители, они помогают в строительстве музея. Как-то сейчас, понимаете, интерес проявляется все больше и больше к старине. Дом Виктор Мерзлый строит на свои деньги. Уже потрачено более 150 тысяч. В мечтах – достроить музей к столетию Федора Абрамова, юбилей которого в следующем году. Анна Рязанова, Дмитрий Черноусов, «Регион-29». Все материалы этого выпуска в нашей группе «Регион-29» ВКонтакте. Адрес на экране. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова